Шарм-эль-Шейх 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 ограничен двумя национальными заповедниками, выходящими к морю, то линия побережья, которая может быть занята постройками, имеет длину около 30 километров. В настоящее время практически все участки берега, пригодные для строительства, застроены элитными отелями или отведены под возведение новых жилых комплексов. Город продолжает расти вглубь побережья, в сторону горной гряды. В городе нет высотных и даже многоэтажных зданий. Как правило, жилые дома возводятся в виде небольших комплексов благоустроенных одно-двухэтажных вилл и таунхаусов, которые, как и многочисленные двух-трехэтажные отели, сосредоточены вокруг хорошо озелененной территории с современной инфраструктурой, магазинами, ресторанами, бассейнами и садами. Ввиду растущей популярности курорта инвестиционные компании Египта вкладывают в инфраструктуру города огромные средства. Въезды и выезды охраняются вооруженными людьми и блокпостами. В связи с тем, что мы проезжали во время молитвы, нас не проверяли и мы проехали без остановки. В дороге у нас был перерыв на ланч. Мы попили чаю, перекусили у бедуинов в пустыне и сделали фото на фоне гор. Сафари в Египте Это отдельная тема, которой посвящен специальный выпуск на канале. Там вы сможете увидеть катание на лошадях, верблюдах и квадроциклах. Дороги в этой стране очень хорошие, построены прямо в пустыне, среди гор. В Египте в принципе, сначала делают хорошую дорогу, посреди пустыни, а уже потом что-то строят. Песчаные бури могут застигнуть вас врасплох, так что наличие арафатки – это не дешевые понты, а естественная необходимость. Знак мира Находится на площади мира, в окружении из кольца света музыкальных фонтанов. Сумму в 25 миллионах египетских фунтов на воплощение проекта пожертвовал бизнесмен Наси Рабдель Латиф. Конструкция в виде земного шара с восемью крыльями, указывающими стороны света, символизирующими бога Ра. Установлена на основании из черного гранита, далее переходящая в цветок лотоса. Конструкция вошла в книгу рекордов Гиннесса, как самое большое произведение искусства из металла. Шарм Эль Шейх активно строится и с каждым годом становится все привлекательнее. Ну вот мы и приехали. Нас встречают замечательные зверушки. А кто из вас был в шарме? Как ваши впечатления?